Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы начнем проходить затопленную версию Сабнатики. Для тех, кто не в курсе, есть мод под названием Custom Water Level. Благодаря нему можно регулировать уровень воды в игре. В Сабнатику без воды я уже проходил, вот ссылочка если кто-то не видел. А сегодня мы сделаем все в точности да наоборот. Повысим имеющийся уровень воды на 200 метров, затопив при этом все острова и Аврору. Если кому-то кажется, что это легко, досмотрите до конца и осознайте, как глубоко вы заблуждались. Ибо даже Dark Souls по сравнению с этим кошмаром покажется просто прогулкой по летней лужайке. И если изначально такая идея пройти Сабну мне нравилась, то сейчас фразу «Затопи все в Сабне и пройди ее» я расцениваю как синоним фразы «Я хочу, чтобы ты страдал». Прохождение будет состоять из двух или трех частей. Во-первых, чтобы по месяцу не оставлять вас без роликов, во-вторых, чтобы на канале был своего рода серийный контент. В общем, устраивайтесь поудобней и приятного просмотра. И начать я, пожалуй, предлагаю с главного меню. Оно тупо стало черного цвета, как бы заранее намекая, что ничего хорошего меня при прохождении не ждет и что это была такая себе задумка. Отличий в начальной катсцене нет, а вот дальше начинается жара. Начнем с того, что мы начинаем игру в капсуле на глубине 200 метров. Капсула потихоньку поднимается наверх до отметки 0, а это значит, что уже через минуту нас и ближайший источник ресурсов в лице отмелей будет разделять глубина в 200 метров. И я это все к чему? Если мы сейчас же не найдем металлолом и в поднимающейся капсуле не скрафтим себе кислородный баллон, прохождение игры можно считать проваленным. Так как с исходными 45 единицами кислорода персонаж банально не будет успевать доплыть до дна. Поэтому пули вылетаем из капсулы, за 18 секунд поднимаем один, а еще лучше два металлолома и возвращаемся обратно. К тому моменту капсула уже окончательно всплывет на поверхность. Крафтим на изготовителе два кислородных баллона и пытаемся осознать всю патовость ситуации. А патовость заключается в том, что этих двух баллонов хватит только для того, чтобы доплыть до дна. Вернуться обратно в капсулу будет возможно только двумя способами. Либо через гибель персонажа, либо чудом найдя мозговой коралл и пополнив им пустые баллоны. Третьего не дано. При этом вернуться в капсулу через гибель очень шокальный вариант, так как теряется большая часть собранных ресурсов. И ладно еще если это будет титан, а вот потерять так сильно необходимое для крафта баллона высокой емкости серебро очень обидно. Нереально обидно, учитывая как редко оно выпадает. Способ с мозговыми кораллами более крутой, я рекомендую пользоваться именно им. По сути коралл это ваш глубинный источник безлимитного кислорода. Если честно, раньше я не ценил это растение, сейчас же он для меня спасительный круг посреди всей этой бездны без кислородного безумия. Его можно использовать как перед всплытием, так и перед очередным заплывом с целью поиска окружающих ресурсов. В общем, если кислород твой мал, в помощь мозговой коралл. Как вы наверное уже поняли, из литературного кружка в школе меня быстро поперли. Так что давайте пройдемся по целям. И первое, что нам нужно сделать, это собрать целую кучу металлолома, чтобы превратить его в кислородные баллоны. Максимум таковых может быть 7. Однако, чем больше баллонов у нас с собой, тем меньше ресурсов мы можем унести. Поэтому идем на компромисс и останавливаемся на 4. Также имеет смысл как можно быстрее сделать ласты. Наш следующий шаг, собрать 4 кварца и 1 серебро, дабы из обычного баллона сделать баллон высокой емкости. Это, во-первых, увеличит наш запас кислорода на 60 единиц, а во-вторых, откроет доступ к созданию ребризера. И если в ванильной сабнатике он был нужен нам постольку поскольку, то в затопленной версии необходимость в ребризере увеличивается 100 кратно. Для его создания потребуется 2 водоросли и 2 серебра. И таким вот образом, обзаведясь личным ребризером, мы постепенно добираем ресурсы для модификации оставшихся кислородных баллонов. Считайте комплект из ребризера и 4 кислородных баллонов высокой емкости своего рода джентльменским набором, без которого никуда. За процесс сбора ресурсов не беспокойтесь. В дальнейшем вы поднатореете в нем настолько, что будете изучать морское дно буквально не вылазя на поверхность, мастерски переплывая от одного мозгового коралла к другому. Однако опасайтесь морских хищников, которые имеют довольно крысиное свойство безудержно атаковать недвижимые объекты. Меня так один раз сталкер ушатал. Я думал, что он цапнет и уплывет, а нет, не уплыл. Последней жизненно необходимой вещью станет морской глайдер. Ведь согласитесь, с ограниченным запасом кислорода каждая секунда на счету. Однако перед его созданием нужно будет разбросанные фрагменты. На этом вводная глава подходит к концу. И если вы думаете, что мучения на этом заканчиваются, значит вы думаете неверно. Ведь следующая глава по уровню отбитости с лихвой переплевывает сказанное выше. По классике жанра следующим шагом будет посещение Авроры. Думаю, уже каждый знает, что без противорадиационного костюма и ремонтного инструмента с резаком там делать нечего. Поэтому опустим подробности их крафта. А вот на чем я хочу сакцентировать внимание, так это на особенностях местного освещения. Дело в том, что вода утратила свою однородность и теперь освещение в ней распределяется следующим образом. От нуля до метров так двадцати идет постепенное уменьшение освещенности. От двадцати метров до двухсот мы плаваем в кромешной темноте. Почему так, не знаю. А с двухсот метров и ниже освещение вновь появляется и ведет себя, как ни в чем не бывало. Будто бы тех двухсот метров воды сверху и вовсе нет. Даже схемку вам нарисовал. Из художки меня выперли еще быстрее, если что. Смысл всего вышесказанного заключается в том, что искать вход в Аврору нам придется практически при нулевой видимости. Да в общем, сами посмотрите, не видно ни сги. Тыкаешься в обломки корабля, как слепой котенок. При этом фонарь практически не помогает, а кислород быстро заканчивается, так как вместо ребризера у нас противорадиационный шлем. Только минут через десять подобных скитаний, по расплывчатым образом из своей памяти я наконец-то смог сориентироваться и выйти на выход. Вернее на вход, но не важно. Но поскольку кислород опять приказал долго жить, пришлось в очень экстренном порядке всплывать на поверхность. Благо хватило ума взять с собой маяк, дабы отметить точку входа, а так бы еще час искал. По моим расчетам, пройти всю Аврору на имеющихся баллонах без ребризера невозможно, поэтому первым делом придется устранять утечку в реакторе, дабы избавиться от надоедающей радиации. В самом корабле, на удивление, достаточно светло, так что сам процесс перемещения не вызывает особого труда. А вот ввести код от грузового отсека, та еще задачка. Курсор то и дело шатает то вверх, то вниз, будто бы вместо фильтрованной воды наш Райли отведал воды огненной. Однако посредством невероятного усилия воли ввести код все же удается. Добираемся в отсек с реактором и наконец начинаем починку. При этом не забываем про кровопукателей, которые теперь почему-то стали еще злее. Наверное, из-за их нового прозвища. А также про кислород, который придется пополнять еще раза три как минимум. Ведь заделать необходимо ни одну, ни две, а целый десяток пробоин. На одном дыхании это явно не осилить. Золотав последнюю дырку, можете себя поздравить. Через два игровых дня можно будет вновь приплыть к Авроре за лутом, когда стихнет радиация. А пока что можете просто оставить Райли в капсуле, а сами идите пить чай. По крайней мере я так и сделал. Тайм-менеджмент восьмидесятого уровня. По прошествию нужного времени возвращаемся на Аврору и беспрепятственно доходим аж до самого отсека крабов. Крабов я на всякий случай отсканировал для чертежа, но не факт, что ими будет возможно пройти всю игру. После чего добрался до каюты капитана, ввел код 2679, дабы заранее забрать чертежи Нептуна и никогда больше не возвращаться в это гиблое место. Дело сделано. Конец первой части. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, пишите комментарии, жмакайте на колокольчик, дабы ускорить выпуск второй части. В ней мы сплаваем на горный остров и посмотрим, что на нем поменялось. Если есть какие-то предложения по дальнейшему прохождению, с удовольствием почитаю о них в комментариях. С вами был канал Играриум, всего вам хорошего и до новых встреч!